МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественным маршем Духового оркестра Тверь встретила поезд Победы. Столица Верхневожья одна из 51 остановок поезда Министерства обороны, которому предстоит в преддверии 9 мая объехать всю страну. На открытых железнодорожных платформах состава представлены современные образцы вооружения. Отдельные вагоны посвящены страницам военной истории России, развитию юноармейского движения и работе военных медиков в период пандемии. На перроне чрезвычайно многолюдно. Встречать поезд Победы многие пришли семьями, ведь этот проект позволяет нам прикоснуться к тем временам, когда наш народ одержал героическую победу в Великой Отечественной войне. Не случайно, что одними из первых военную выставку на колесах встречали сотрудники и ветераны органов безопасности в войсках. Военная контрразведка всегда идет внову с вооруженными силами, с нашей любимой родной армией. Сотрудники госбезопасности плечом к плечу с обычными солдатами выполняли свой долг по защите нашей Родины. Их имена списаны золотыми буквами в историю нашей спецслужбы. Они одними из первых встретили немецко-фашистских захватчиков на западных рубежах, участвовали в кровопролитных боях на передовой, выполняли сложнейшие специальные задания в тылу врага, добывая ценную информацию, обезвреживая шпионов и диверсантов. Благодаря руководству Департамента военной контрразведки, Управления по Западному военному округу и сейчас мы поддерживаем связь со всеми ветеранами, которые передают нам знания и опыт. Уверен, что действующие сотрудники органов безопасности в войсках, сотрудники ФСБ России способны выполнить любую задачу, которую поставит руководство нашей страны. Военный эшелон пройдет от Москвы до Владивостока и завершится этот всероссийский маршрут 9 мая, в день Великой Победы, завоеванный несгибаемой волей, мужеством и отвагой великого народа.